всех приветствую мои родные любимые сердцем вам дорогие веганы христолюбчики и все кто попал на это видео сегодня ролик называется любовь к инакомыслящим в принципе все это в продолжении просто но предыдущих тем вы знаете о на сегодняшнюю дату 26 01 2021 года соответствующих событиях политических в россии я решил еще раз записать такой ролик конечно же у меня же на эту тему достаточно видео на канале это любовь к врагам у меня есть три ролика 123 любовь к ближнему к любящим нас на эту тему мне постоянно и достаточно видео но еще раз я решил записать чуть по-другому назвать во свете всех этих событий кто хочет посмотреть ролик о навальном трех часовой но не только навальным там одна третья навальным две третьих навально в середине а до него блок общих размышлений и после тоже подведения итогов таких об общей любви к человеку и здесь я тоже самое хочу еще раз сказать уже после этого ролика мне сестрица сбросил там тоже некоторые посты где там навальный тоже он и охотника убивает животных и я в том ролике сказал пусть я там про охоты навального не сказал но я его прямо назвал грешником так как он не веган всем известны и да это убийца труппажор я вот так прямо называл да я вот все это пытался на примере красновального объяснить поэтому здесь я повторяться не буду туда же входит что он охотник до был или до сих пор является опять же мы всего точно не знаем да и я хочу общей мысли опять сказать вот так как собрать его в пучок да вот что такое любовь к человеку чем человеку не такой как я ну так и называется я поэтому роли хочу назвать такого мне еще не было любовь к инакомыслящим не таким как я христианин должен любить всех должен это аксиома она не доказуем хочешь люби хочешь не люби но он должен либо это просто аксиома так просто есть потому что мир возможен только в мире и радость и счастье в бытие только когда все друг друга любит это кто-то хочет принимать кто-то нет кто принимает соответственно менять свою жизнь и менять жизнь мира вокруг него людей животных природы потому что начинает все любить это любовь проявляется деятельно но при этом любовь то это просто слово это сущность глагол от сущности от существительного это любить то есть от проявления своей сущности в каких-то делах если я любовь значит я люблю как проявляется это любовь что такое дела любви и вот они ко всем по-разному проявляются я об этом неоднократно говорил и говорил в общем вот сейчас буду повторяться просто тот старые ролики не смотрят люди любят что-то свеженькое живого такого вот человека любовь к людям можно подразделить на к серверу грубо конечно каждый человек уникальный по сути некий групп не может быть это каждый человек это уже группа да но все-таки грубо мы всегда делим это любовь к любящим как мы говорим да как и создал что этим и грешники занимаются это когда ты любишь того человека который те что-то делает который какой-то пользы приносит какой-то радость то есть тоже любит тебе да это любовь к ближнему по притче иисуса то есть это тот человек который просто на пути нашей жизни он может там быть вообще не знакомы это человек никогда нам ничего доброго не делал не сделает сейчас даже в ответ на ту любовь которую мы ему дадим и не сделает никогда больше уж возможно это человек никогда не увидим то есть ну можно назвать все как угодно посторонним фильме бойцовский клуб помню с брэдом питом как-то называл он одноразовый попутчик а там там самолете летал одноразовые друзья что такое да то есть они когда человек больше не встретишь это вот любовь к ближнему причем это человек и он и зла тебе при этом все то есть он не добра тебе не делал но он и зла отменника я просто человек и есть третья высшая степень от любовь к врагам это по сути инакомыслящий можно подразумевать тебе враг особенность человек этот активный твердый в своих убеждениях возможно там я говорю проповедник даже этого то есть он не только сам так живет хотя наша жизнь это уже проповедь но он еще и словом других в это вовлекает к этому человеку нас мог быть особой тяжелые чувства это высшая степень любить конечно же врагов но как правильно любовь в делах проявляется конечно же каждый случай уникален и и в бытовухе как я говорю любовь-то в бытовухе вот именно в этой реальной жизни конечно же сейчас я и вообще никогда мой канал не я сам не могу своей жизни показать дела любви во всех ее проявлениях во всех сферах жизни каждому человеку лично мы рассуждаем конечно абстрактно к сожалению ну и к счастью к сожалению к тому что иногда очень часто эти абстрактные размышления нас ни к чему не приводит печально хотя мы должны понять сущность как кто знает с наукой знаком с математикой есть аксиомы за счет которых придумать теоремы и за счет этих аксиом мы решаем эти теоремы выводя определенные решаем задачи делаем выводы доходим до какого-то конца так скажем да вот здесь тоже сам познав аксиомы любовь свобода бессмертие 3 аксиомы как прям в геометрии достаточно чтобы идти по жизни светлым и чистым путем ничего там сверхъестественного и много ума не надо по жизни так вот по поводу любви я просто кратко все равно раз уж ну кратко в моем понимании конечно постараюсь ролик минус 20 ложится любовь к любящим она тоже должна быть правильной это не значит что мы любящим все позволяем по жизни да то есть мы меряем как есть любящие с нелюбящие вот мы любящим все и готовы даже все зло им простить сверх наоборот им добра даем которых портит и если на весах другой человек возьмем даже детей вот мой ребеночек да и чужой соседский мой накосячил но так как это мой я ему еще и по головке может поглажу еще соседского пруга хотя он был правда мой ребеночек его обидел что-то взял украл ударил вот это конечно же не любовь это лже любовь псевдо любовь что человек познавшись мы понимают что все люди на земле равны и все близкие все родные все дети одного бога и поэтому человек должен правильно любить в том числе своих детей и родители то же самое с твой родитель косячит относительно кого-то это не значит что ты должен его там выгораживать или еще что тогда как раз не любовь потому что твой родитель как раз сейчас находится в грехе во зле и ты потворство ему злу ты наоборот его еще больше ты его не любишь до не обличив его в этом не сказав что он творит зло ты еще дальше его закапываешь вот и не проявляешь свою любовь к тому кто к обиженному до к объекту зла и греха допустим твоим родителями но ведь как несмотря на абстрактный пример достаточно бывают такие я не не беру конкретное дело бытовухи хотя их иногда конечно какие-то варианты для примера разбираю в реальной жизни или виде притч как отдел иисус да какие-то образы вымышленные какие-то ситуации хотя все что у нас есть в голове значит вполне реализуемо в жизни бывает это любовь к любящим она должна быть правильная да то есть мы стоим в своем всегда в истине мы говорим им об истине делами словами вот мы не потворством их нему злу не соглашаемся с ними за на зло тем более не делаем вместе с ними этого зла да это очень важно понимать любой область возьмите христианство веганство хотят для меня веганство это часть христианство есть не на любой грех ты с ближним не соглашайся как он может сказать такую тупость что это любишь меня ну давай вместе зарежем там эту свинюшку да это же глупость вот это никакая не любовь совместное творение зла любя этого злодея это никакая не любовь ты не проявил любовь соответственно ни к тому никто и жертве которые проявили проявлено зло не того человек который зло делает но и тебя увлекает и ты сам становишься просто исчадим ада любовь к любящим то же самое мы людям не потворцы мы людей не то что там балуем балуй тоже понять относительно знаете купить соседскому ребенку там шоколадку не молочную веганскую это или дать яблочко это не грех это не баловство да я имеют баловство когда ты 15-летним по подростку там майбах покупаешь это вот баловство любовь к ближним это тоже подразумевает что мы людей по жизни делаем что можем для них доброго естественно никогда не делаем зла не знай этих людей то есть мы не знаем этих людей чем это отличается любви к врагам вот мы идем на дороге вот человек ну я для водителей близкий пример расскажу да ну кто-то на трассе голосует очень часто там ты понимаешь сломался поломал что-то с машины что-то произошло может быть может быть плохо не с машиной с человеком с пассажиром этого водителя все что не ваш человек голосует то есть просит остановиться как это называется голосует да вот любой нормальный водитель как человека он останавливается понимать что нужна какая-то помощь и узнает чем он может помочь человеку и ты не знаешь этого человека вот и нормальный христианин вегана становится несмотря на то что у него на лбу не написано что он свободный во христе веган да то есть ты любишь всех людей сейчас мы к этому подойдем да вот это любовь к инакомыслящим и уж тогда игру еще третью степень еще раз повторюсь это любовь к рогам ты знаешь что человек злодей вот он но я буду близки брать примеры для веганов для христиан он там не веган до убийца трупажор там может быть охотник да он может быть там владельцем цирка или самим этим безжалостным тупым дрессировщиком ты можешь даже знать это но если тебя это может быть твоим соседом там но если он тебя просит сотворить какое-то благо благо не смысле подать ему патрон чтобы он застрелил животное на охоте нет а добро что он не там у него не знаю ему там полка отвалилась от стены на ногу упала шкаф какой-нибудь и он его поднять не может это заходишь забегаешь на тебя звонит срочно ко мне домой зайди меня тут привалило дали он там диван двигал чем с ним случилось или ему просто надо помочь это какие-то контрастные беру примеры да да что вас просто попросил до шкаф передвинуть ты это делаешь ты проявляешь любовь к человеку вот несмотря на то что он по сути твой враг у веганов все враги трупажоры убийцы трупажоры до садисты и живодеры охотники все эти владельцы зоопарков и все даже кто это все поощряет все кто ходит в зоопарке все кто спонсирует эти цирки рублем ходя туда но это не значит что веганы этим людям не оказывает никакое добро и уж тем более вообще молчу о причине никакого либо зла в ответ на то что они делают но возьмем христианство то же самое это все то же самое если знаешь что человек вор там отсидел может быть он дальше продолжает может он вышел на продолжать свою деятельность мы не знаем может быть слышали опять же если бы все знали что он опять ворот его уже посадили то есть он может воровать мы не знаем да вот он был вором ну говорят что и сейчас на нигде не работает на чет живет ну наверно опять стал воровать но ты не знаешь этого и ты добро которых не управляешь опять тоже сам пример ты знаешь что ты пойдешь ему форточку открывай чтобы он туда залез до или ключи подбирать нет сути на это позовет это зло ты этого не делаешь но если он просит какой-то личной помощи да то ты помогаешь человеку и опять же тем более общей молчу святого человека у христианина это табу вообще на творение какого-либо зла божьему творения у человека есть ум и сердце но у нормального человека все это совмещено это умное сердце то есть это мысль которая облекается каким-то желанием потому что взять нож это просто мысль она не плоха не хороша но иногда это называется неправильно сказать дух дух это уже я это личность обычно имеется это высшая это то кто решает что делать мысли возникают сами по себе я это тот кто решается даже от мыс возникшая взять нож она вообще ум он сам по себе не он не грешен не свят он просто порождает мысли взять нож хорошо это это я так разжевывая все это происходит у человека ежесекундные же мгновенно так скажем да даже не понимаем это раньше мысль приходит или я сначала решил что я хочу покушать или убить кого-то и потом мысль взять нож или она взять пришла потом где пришла вы на что-то отрезать это вообще долгие разговоры над тем не суть важно пришла мысль взять нож дальше то мысль облекается в какой-то дух вот как раз сердце чувство что я хочу порезать себе апельсинчик или убить человека дали зарезать свинюшку это уже будет действием и опять это только мысль облеченная духом желанием но личность я в концовке стоит над всем этим и она выбирает дать этой мысли злой или добрый ход или нет реализовать ее мир делится на видим и невидимые вот проходя эту грань между видим и невидим миром но в частности это вот наша материя хотя и как таковой не существует это как будто закаменевшая энергия да потому что грани между видимыми и невидимыми миром ее в принципе не существует можно сказать это бесконечная точка вот все что это невидимое то есть невидимым видим от все что видим нашим вот обычным человеческим глазам слышно ушам ощутимо руками и вот только это лично я принимает решение пустить это дальше или в себе задушить плохую мысль даже наоборот хорошую не сотворив добра либо наоборот зло привести в исполнение либо наоборот добро то есть это уже решаю я личное сна я волевое я который решает принимает решение и его дает ему толчок реализацию бывает я хочет но не может то есть ну еще и воля убита но это очень близкие понятия как вот я и сила то есть я решила могу ли это исполнить то есть имею желание и возможность мы все знаем такое понятие да вот то есть святой человек а тот кто сам над собой стоит он я он принимает решение и их исполняет так вот любовь к врагам то же самое мы даже зная что человек творит зло мы ему помогаем не творить зло но проявляем любовь во всех других аспектах жизни да это очень важно понять и по поводу ума и сердце да и начал не закончился правильно вы поймите хоть это и общее так скажем в христианском понимании это умное сердце называю или чувствующий ум как угодно да уж любая мысль она не может быть инертным человек она сразу сопряжена с целью цель дух это одни те же понятия то есть что я хочу взяв нож убить или наоборот рабу перерезать нет веревки там привязаны отпустить его дали собачки там какой кошечки или кабанчику которую поймали там силки то есть любой мысль мысль не может быть без духа да без конечной цели без желания в которой она большина я так раскладываю на составные но по сути все это это сущность ее невозможно разделить только вот в теории на бумажке как в науке есть на наука она из бумажная есть практическая на бумажках то понятно что есть две параллельные прямые но в теории невозможно в природе в камеру бесконечно найти две параллельные прямые они когда-нибудь возможно пересекутся мы то есть это бесконечность нет ответа на этот вопрос здесь тоже самое и вот по поводу умного сердца хоть его невозможно разделить но так если теорию разделить то я уже много раз об этом в роликах говорил не путайте умовую любовь тогда вот именно и это чувственную любовь сердечно теплые чувства вот чувственное она и возникает когда у нас теплое чувство вот мы и жаждем увидеть человека не хотим с ним прощаться нам с ним хорошо и как это горит тепло светло тут слов много да ну объединяет их во все я люблю я кайфую с тобой да вместе от от пребывания с тобой в разных видах начинают общение заканчивая там допустим в случае мужчины и женщины возможно сексуальными удовольствиями до элементарно еда игры и так далее где люди проводят вместе какие-то физические свои развлечения купаются и так далее да так вот конечно же теплое чувство не может быть у вас к человеку его а даже не может быть как ближним вот к этому постороннему так называем вы не знаете человеку но ничего не плохого не хорошего не сделал вас не может быть просто вас и соответственно внутри вообще ничего к этому человеку это умовое желание откликнуться на нужду человеку или говорю даже не нужду не забывать что любовь это проявление чего-то это доление сверху человек даже не в нужде Ребенок может прожить без этого апельсина. Но ты идешь с рынка или сорвал деться и набрал этих апельсинов. Дети играют. Ты им дал. Это не потому, что они нуждаются в этом. Это тоже надо понимать. Ты просто оказываешь любовь. Кофе в постель может и сам себе супруг, супруга принести. Но им приятно, когда кто-то это делает. Это не обязательно любовь. Это не только восполнение нужды человека до нулевого уровня. А потом ему еще что-то давание. Сверху. Любовь это и сверху. А просто там нельзя грань переходить. Баловства вот этого. Когда с преизбытком даешь. Все, что с избытком, от всего рвать начинает. Это по природе тела. И так по природе души происходит все то же самое. И соответственно, любви к врагу. Только идиот будет испытывать удовольствие, когда его бьют по голове. Физически. Дубинкой, зубы ему украшат. Здесь то же самое. Поэтому, конечно же, никто не будет никогда испытывать любовь. Особенно если это зло еще на тебя направлено. Я говорю, одно дело, ты и так не можешь испытывать теплое чувство, когда человек животное убивает. Человека избивает, убивает, оскорбляет, унижает, обворовывает, опускает. Как угодно. Любой грех против человека, животного, природы. Мы и так, а если еще относительно нас, еще мы лично, вообще физическую боль какую-нибудь, допустим, испытываем душевную. Тоже физическую, называю. Потому что тело и душа, это понятия одни и те же. Это телесная, так скажем, это плоть. Это чувство, да. Это духу невозможно ничего сделать. Дух непоколебим к человеку. Он лишь выбирает. Это вот я, личность. Я могу действительно вот именно принять даже зло относительно себя и не выплеснуть его наружу. Это мой дух, это я. Вот. И поэтому, конечно же, не путайте о любви к врагам, когда вам кто-то говорит, особенно если вы христиане, впервые когда-то об этом прочитали в Евангелии, или уже 20 лет христиане до сих пор не поймете, что это такое. Это не теплое чувство к грешникам, к беззаконникам. Это не говорит о том, что веган, особенно во Христе, как я говорю, да, значит, нужно любить и врагов, да, испытывает теплое чувство к живодерам. Нет. Это не об этом вообще. Это о том, что он умом понимает, что все мы дети Бога, что все мы когда-то грешили, сейчас кто-то продолжает грешить, то настоящий веган во Христе, он желает каждому человеку, как Бог, покаяния, чтобы тот обратился, то есть покаялся, изменился и жив был, как это сказано в Писании. Он никогда не посылает ни одного человека в ад. Он, как Иисус, говорит, что вы просто сами идете в ад. То есть он не посылает человека в ад. Он знает, что он сам идет в ад, и святой человек говорит людям, что они сами туда идут, и что это будет совсем неприятно. Потому что то, что здесь там грешники еще с ума не сходят, да, кусая локти, грызя ногти, вопияя рва кожу на своем этом, только потому что в мире существует добро, существуют добрые люди, существует баланс вот этого. Когда будут этапы разделения, они будут обязательны, или по-другому мы школу жизни не воспринимаем. Когда Бог будет разделять козлов от овец, праведников, неправедников. Живой пример земной есть, я всем приложу в пример, что мы можем понять. Это тюрьмы, это тюрьмы. Да, когда туда попадают, где там минимум вообще добра, да, там сразу люди, многие справляются, действительно. Вот люди, без всяких там, хотя зачастую очень в России, на самом деле, правильно название существует у тюрем исправительной колонии, но, к сожалению, там людей, по крайней мере, государство в лице там, надзирателей, охранников и вообще руководства и всех служащих, они не думают о том, чтобы этих людей исправить, да, просто еще больше зачастую их калечит. Вот. Но люди, посидев там, сами исправляются, да. Когда они на себе испытали то, что они испытывают на других, это они здесь были волками и могли разорвать овечи. Когда они попали сами, с волками жить по волчьи жить, когда они попали среди волков, кто-то же должен быть там овечкой. И когда ты попал не в роль волка, а овечки, потому что с волками всем там быть невозможно, кто-то должен быть овечкой. Вот. И сразу он понимает, какое зло он сам с другими людям творил. Вот. И многие выходят оттуда, все-таки вернувшись, вернув себе мозги и сердце, и таких случаев, такие случаи есть, да. Не знаю, насколько их много, я не бог, не имею статистики, да, душ и сердец человеческих в истории мира. Вот так вот. И поэтому еще раз хочу привести, конечно, все ролики я стараюсь записывать более, чтобы они были актуальны для вечности. На живых примерах рассматривать я уже много пытался сейчас вот у нас в России актуальные события там с Навальным. Но я, наверное, все-таки про него поэтому опять и скажу. Хотя я, в общем, говорю, да, Навальный грешник. В моем понимании, как веган-христианин, он грешник. Он убийца-трупажор. Он убийца, он охотников к охотникам. Кто знает, у меня самое отвратительное отношение, самое мерзительное. Вот. И самое, какое только можно, гнусное к ним отношение, да. Вот. Я не знаю во многих аспектах какого-нибудь человека. Я выступил в его защиту за того, что ее освободили, потому что знаю, что его судят незаконно за то, чего он не совершал. Да, его пытались убить через отравление боевым химическим оружием. Это не лезет ни в какие рамки. И я, как христианин, выступаю за то, чтобы с человеком это не делали. Вот моя любовь, проявляемая к Навальному. Я никогда не буду топить за него, вот именно как за кого-то там на выбор. Я никогда этого не делал. И сказал, что я этого делать не буду. По крайней мере, если он не изменится. Если бы при встрече с ним мне удалось поговорить, я бы ему обличил его во всех его грехах за это. Хотя при этом все знают, ну, достаточно веганское, так скажем, назовем, в призме веганства. У него высказывания о цирках, да, там, о запашном, о всем этом, да. Вот. Не знаю, насколько он сам в это верит. Вот именно убивает там животных на охоте. Но вот он высказывает, что да, знаю, как этих животных дрессируют все это. Что вообще цирки надо за животные, может быть, и отменить. То есть, это у него нетвердая позиция. То есть, пожалуйста, человек не бывает 100%, так скажем, святым и 100% грешником. Да. Бывают люди близкие к святости, действительно. По образу своей жизни, потому что добры. Но и абсолютных грешников тоже не бывает, да. Какое-то добро он может сделать, как минимум, любить любящих. Любить любящих, хотя это, конечно же, уровень обычных грешников. И здесь, на этих примерах, когда меня тоже заагрессивны в проповеди, сколько я раз говорил, что никогда не призывал там унижать кого-то родителей, если они даже трупажоры, что... Не, в лицо родителю тоже надо сказать, что ты убийца, трупажор. Я сам так делаю. Вот. Потому что это правда. Вы убиваете, я объясняю, и пожираете их труп. Здесь нет оскорбления. Вот. Но это не значит, что их надо морально преследовать, прессовать, тем более, когда они вас не трогают. Это тоже очень важно. То же самое с друзьями или еще что-то. Вот. Когда у меня, даже при всей моей, кто вот именно меня знает, многие даже эту тему не касаются, и у меня лишнего повода задраться к ним некуда, потому что, ну, ты просто так тоже... Да, они это делают, они знают. Всем знают мои ролики. Чем я занимаюсь? Ну, что я еще могу для них сделать? Я пытаюсь им все это объяснить. Когда есть возможность. Но если повода нет, и они уже все знают, даже не понимаешь, с чего начать-то. Ну, приехали они опять в гости. Ты опять, ну что, ты стал веганом? Ему это нафиг не надо. Уж в тот раз я им пытался за это сказать. И они на меня не наезжают. Но есть, есть у меня один-два человека, которые иногда пытаются меня подкалывать все равно через это. И тогда натыкаются на острые штыки. Несмотря на то, что мы там больше 20-30 лет знакомы. Более того, я начинаю ему предъявлять. Я говорю, ты знаешь мою позицию. Ты вот сейчас зачем все это опять начинаешь? Я говорю, ну, вообще-то да-да, я порву общение даже с тобой. Я говорю, я не хочу даже слышать больше ни шуток, ничего. Ни даже поднимания вопросов, если ты не хочешь действительно прийти к этому. Лишний какой-то вопрос. Все эти подколы там или какие-то аргументы опять, которые ты уж мне десятый раз бывает подколами говоришь. Я говорю, я даже больше слушать этого не хочу. Я говорю, это просто табу. Потому что это зло. Зло, да. Но при этом я же его не унижаю. Если он успокаивается, ну, я тоже, ну, хорошо. Об обычных вещах можем каких-то там поговорить. Да, в жизни на что-то связывает. Так что вот так вот. Я вот не знаю, насколько это все время получается объяснять. Это, в принципе, это очень просто. Это очень просто. Это очень легко это понять, попрактиковав. Все надо начинать в жизни делать. Все, что от меня слышать, я всегда говорю. Это деятельная жизнь. Я не люблю говорить в каких-то там абстрактных вещах. Деятельная, святая, бытовая жизнь в любви ко всему Божьему творению. Она проявляется в конкретных делах. И надо пробовать. И через опыт вы поймете. Право вы или не право. И как поступать. Это все очень легко и просто. И тогда вы начинаете все это понимать. Да, мы сначала учимся, слушаем теорию. Потом ее надо исполнять. Вы поймете, конечно же, что если вы будете... Да, вы можете годами жить. Да, я знаю таких, кто православие, все эти секты проходят. Да, ой, у меня любви к врагам нет. Я говорю, а какой у тебя нет любви к врагам? Ну, вот, я понимаю, что человек злой. Я говорю, ну, ты правильно понимаешь. Да, у меня вот теплого чувства нет. Какое у тебя может быть теплое чувство к человеку, который там убивает другого человека? Какое у тебя должно быть теплое чувство? У тебя теплое чувство к злу? Ну, надо же разделять грешника от греха, от зла. Не надо его разделять. Он сейчас с ним вместе сросся. Он и есть это зло. Не надо никого отделять. Твоя любовь к нему проявится. Если ты защитишь, во-первых, того, если ты есть возможность, жертву перед насильником. В любых вариантах. Твоя любовь проявится, если ты будешь говорить тому, кто это зло творит, чтобы он этого не делал. Это и есть любовь. Твоя даже любовь будет проявляться. Вот именно, что ты, несмотря на это, в других областях. Вот, про Навального все равно еще раз скажу. Несмотря на то, что он убийца-трупажер. Да, вот именно. Он даже за цирки сказал, а тут же в ролике оговорился, что, ну, да, это вроде не к зоопаркам. А в клетке сидеть это что, добро, что ли? Да, то есть человеку далеко до святости в моем понимании, как вегана-христианина. Но при этом, в моем понимании, как христианина, он занимается тем, чем занимались все ветхозаветные и новозаветные пророки и праведники. Он обличает сильных мира сего в том, что они обирают нищих, в том, что они зажрались, в том, что они творят неправедные суды, которые сейчас он тоже на себе испытывает. То есть он занимается тем, чем занимались все, говорю, святые, праведники и пророки. Я тем же сам занимаюсь, я тоже говорю, что любое зло, неважно, ты там подворовываешь, вот именно этого может никто не знать. Они там все, чем выше, тем все это красивее состряпано. Все это еще может под видом скрыто благодетельства, там, да, якобы каких-то благотворительных фондов, с которых 10 рублей бросит, остальное все уходит в офшоры. А это разве не обличение зла? Разве это не доброе дело? Разве это не заступничество за вдов, сироты, нуждающихся? Разве нет? Да, это именно так. Поэтому Навальный делай это, я не могу ему обличить, вот он делает доброе дело. Закончу я, наверное, уже хватит, поговорили полчаса. И закончу я такую мысль, которую тоже не раз высказывал. Вы поймите простую сущность бытия. Бог есть всячески во всем. Всему он дает свое дыхание и жизнь, как говорят, но по сути и подразумевается дыхание и жизнь. То есть все в мире, это дыхание Божье. Бог всему каждую секунду, вот мы с вами сейчас сидим, я перед вами сижу и говорю, только благодаря тому, что незримая ниточка, такая, как от матери к ребенку пуповина идет, и питает меня всем, чтобы у меня была жизнь и здоровье. И желательно свобода. Вот Бог, давай каждому человеку, ну желательно, я имел дупо плоти, по духу, и каждый как бы обладает, да? Вот, и вот это вот свобода. И вот это вот свобода, жизнь, жизнь, мы начнем с нее, здоровье. И моя свобода, что-то делать, избирать добро и зло, и это в своей жизни реализовывать, это все благодаря Богу. Но Бог разве виновен в том, что я творю зло? Нет. Есть даже, так скажем, Божья заслуга, ли все Богу приписывать? Да Бог нигде не просил ничего себе ему приписывать. Вся слава Богу. Это ты, человек, должен стать Богом. Об этом учил Иисус. Это ты должен тернистым, узким и нудящим путем дойти до Небесного Царства, став святым Богом, творящим только добро. Благотворящим добрым и злым, как Иисус и сказал о Боге Небесном. Благотворящим что? Патрон вставлять ему в дробовик, чтобы он убил животное? Нет. Иисус говорит, посмотрите на Бога, любите врагов ваших, благословляйте, благотворите, молитесь за обижающих вас. Ибо Отец ваш Небесный посылает дождь. Он не говорит, что он им посылает нож в руки для убийства. Посылает дождь. И праведным, и неправедным. И дает урожай и грешным, и злым. Вот в чем. Жизнь, питание, здоровье. Мы обязаны какие-то вещи. Это же тоже образно. Когда Иисус какие-то рамки сужает, как любой человек, если я сегодня вам не перечислил все дела, добрые дела, любви, бытовухи, это не значит, что вы сами не должны до них додуматься. Иисус тоже говорил, естественно, притчами, образами и общими мыслями. Не зря сказана такая фраза, что если бы и всех добрых дел, даже Иисуса записывать книг бы не хватило, поэтому мы там с вами имеем такую Евангелие. А сам Иисус говорил, что и больше меня сотворите. Потому что Иисус пожил, Бог придя во плоте на земле маленькую жизнь. А мы с вами живем, бывает, и по сто лет. Еще неизвестно, сколько перевоплощений проходим. Речь шла об этом, о количестве конкретных дел. И, конечно же, Бог давая жизнь. Я всегда привожу пример уже Иисуса, которого бичуют и распинают на кресте. Иисус есть Бог, пришедший во плоти. Он висит на кресте. Каждый, кто его сейчас пытает, осуждает, сначала, потом пытали, потом бичевали, потом распинали. Им жизнь и силу в руки, вбивать ему гвозди в ноги руки, дает Господь. Сам Иисус. Что же он, мазохист? Или что же он, безумец, который дает силу людям в руки? Вбить себе гвозди в руки? Нет, конечно. Почему? Потому что он дал им еще и свободу, помимо этой жизни и здоровья. И поэтому в грехах уже виноваты сами те, кто их творят. Ровно так же в них не виноваты, наоборот, заслуживают добра все те, кто это добро творит. Награды, да. Это ваше заслуга, добро. Если вы его сознательно выбрали. Не Бог за вас выбрал. Вот эти, к сожалению, сектантские бредни, они порождают вот эти лжеучения. А, я ничего не могу. Вся слава. Бог даст, я сделаю добро. Да и Бог тебе ничего не даст. Бог тебе уже все дал. Жизнь, здоровье. Или пусть там все это по мере. Какое-то здоровье. У кого-то больше, у кого-то меньше. Возможностей, талантов. Но он тебе дал жизнь. То, что в этой жизни тебе дал. И дал тебе свободу этим пользоваться. На благо или на зло. Вот и все, что Бог тебе дал. Все остальное это твое. Но вот эти бредятины и чепуха, и блевотина, которые религиозники людям в голову впихивают. Да. По поводу того, что я ничто. Я супергрешник. Да. Я ничего не могу. Я слабый, немощный. Да. Грешник. Это все такая чепуха. Людей просто в ад ведет. Людям надо проповедовать, как правило Иисус. Что вы должны стать богами. Сами стать. Понуждать себя. Царство Небесное силою берется, Иисус говорил. Слушающий, не исполняющий, подобен безумному человеку. Он говорил, что вы будете исполнять. Любите. Все его слова всегда в поведительных глаголах. Он не говорит, что вы будете любить. Поверив в меня и в искупительную жертву. Нигде такой чепухи. Иисус никогда не говорил. Это бредни лжехристианских проповедников. Ну, естественно, их адептов, которые уже своей жизнью потом словами то же самое проповедуют. Так что, вот так вот. Поэтому Бог не дает никому, не влагает в руки зло. Человеку дана жизнь. Какие-то возможности. Природные. Талант, как их называют. И человек сам выбирает, на что их направить. На добро и на зло. Вот и все. Поэтому мы все с вами, я скажу, именно веганы, христиане. Потому что, если христианин не веган, он не христианин. Веган может быть не христианином, да. Но человек этот далек от совершенства, я так скажу. Хотите мягко, хотите твердо для кого-то. Но это так. И вот веганы во Христе, конечно, прекрасно понимают, что творя человеку добро, делая добро в разных сферах, в частности, еще раз оговорюсь о Навальном, то, что я выступаю за его свободу от заключения, от того, чтобы его перестали попытаться еще раз убить там через любой вариант какой-нибудь смерти, то отравление, может, его сейчас будет, не знаю, на зоне его попытаются убить, или еще где-то там, да. Вот. Чтобы все это прекратили. Потому что, несмотря на то, что он творит и много беззаконий, в моем понимании, как веганных христианина, это не значит, что я не должен выступать за свободу человека. Он ответит сам за все свои грехи. И при возможности, я говорю, была бы вот такая, я бы ему лично сказал, если бы Навальный узнал, что веганы-христиане выступают за его свободу, несмотря на то, что он убивает животных, возможно, у него в голове бы даже что-то зашевелилось. Он бы подумал, смотри, люди такой, и я бы лично встретился бы с ним. Да. И сказал бы, что вот так и так. Вот так вот. Я надеюсь, вы это понимаете. Поэтому, давая человеку жизнь, вот, свободу, да, здоровье, мы не потворствуем его злу во всех других сферах жизни. Помогая перетащить ему шкаф, мы не потворствуем тому, чтобы он брал ружье и шел убивать кого-то там, животных и людей. Это абсолютно не так. Надеюсь, вы это понимаете и в своей жизни легко применяете. И плюс еще, да, такую мысль, мы не судим, я, наверное, не сказал сегодня, хотел сказать, да, нельзя судить ни в коем случае человека за прошлые раскаянные грехи. Если вы даже что-то знаете, и знаете, что человек изменился, это очень часто такое бывает. Я тоже не святой от рождения. Я много зла в своей жизни тоже делал. Ну, относительно кого-то, может, для кого-то я вообще ягненок, понятно, есть люди совсем очумевшие в жизни и такие творили дела. Ну, я так образно говорю, что, конечно же, далеко не подарочек я был, да. Вот. Моя деятельная жизнь после покаяния говорит о том, что я раскаюсь, я же этого не делаю. Пусть не все поступки даже возможно уже совершить, противоположные. Вот. Пусть это может быть на словах уже, ну, хотя бы на словах тебе говорить, да, я, нет, я никогда этого больше не сделаю, если такое будет ситуация. Я много сейчас не делаю, многие вещи просто утерюю. Не все у тебя уже может повториться в жизни ситуации, да, которые ты поступишь прямо противоположно. Вот. И Бог, может, тебе не будет попускать такие ситуации, потому что все эти ситуации нужны нам лично, чтобы себя познать. И если ты в своем сердце твердо решил, Бог видит твое сердце, знает, что ты реально изменился, ему не надо тебе показывать, что-то изменился, ты сам знаешь, ты положил в своем сердце, такого никогда не делать. Все. Бог, скорее всего, попустит тебе ситуацию, как раз наоборот, если ты где-то сам себе врешь, да, и покажет тебе, что это только самообман, и прелесть, что ты думаешь о себе, что так не сделаешь, отдай тебе возможность, ты завтра все начнешь творить то же самое. Поэтому мы не судим человека по прошлым грехам, по прошлым каким-то грехам, не раскаянным, да, не раскаянным, да, они сегодня продолжаются, получается, мы его за настоящее обличаем, да, этого человека, вот, но мы не можем человека, глядя на его прошлое, предъявлять ему в настоящем, если он и изменился, вот ты был таким, но был он, вот я сегодня-то не такой, вот, и не можем ни в коем случае за будущее то же самое, тем более будущее зачастую, которое мы придумываем, вот он если добьется, там чего-то, да, ему власть, там, как мне про Навального сказали, он там Гитлером вторым станет, ибо якобы он там когда-то кого-то там черножопом назвал, я говорю, слышите, это тогда надо всех задушить, еще в трехлетнем возрасте, Гитлера, Сталина, да, ну, в трехлетнем возрасте все ему улыбались, дергали за щечки, или какой симпатичный мальчик, какая милая девушка, там может быть, да, которая родилась, и потом стала какой-нибудь шизанутой, да, вот, тогда надо основную массу детей, потому что эти потом дети вырастают в жутких порой убийц и маньяков, их надо в детстве душить, а кто знает-то, как мы можем, глядя на трехлетнего, трехлетнего, не зря всех детей называют ангелочками, его задушить, ну, кто может о нем сказать, что он такое сотворит, и пусть тут даже взрослый живой человек, когда что-то когда-то говорил, что-то сейчас высказывает, это не факт, мы не можем человеку вменять не еще несовершенные грехи, даже к его словам, хотя это уже дела, но если это слово, одно дело это слово сейчас, там, человек обидел, да, унизил человек, он уже это дело, прямое законченное дело, а другое дело, человек словами выражает свои мысли о будущем, это тоже разные вещи, он может завтра измениться, он еще не делает этого, вот, это тоже очень важно, такие понимания, но и все-таки, вот это надо было по-разному сказать, закончить я еще раз хочу одной мыслью, благотворя, то есть, делая благие, добрые дела грешникам, неважно, может меня сегодня веганы слушают, и для них грешник, и нехороший человек, это трупажор, убийца там, какой-нибудь дрессировщик, это к вам тоже относится, к христианам отдельно, тоже уясните это, ну а если вы веганы, христиан, у вас просто область любви шире, проявляемый, мы не можем к человеку относиться плохо, не творить, творить ему какое-то зло, он же делает там животное плохо, ну да, я его тоже, тогда можно его обворовывать, нет, и, то есть, не творишь зла, ты вообще табу для всех, неважно, хоть он супер грешник, по-настоящему, и ты сколько можешь, делаешь добро, не потворствуя злу, это не добрые дела, когда ты ему, в обойму, патроны засовываешь, нет, речь не об этом, да, а речь о тех добрых делах, которые не относятся, не относятся к злу, никак не потворствуют, не помогают человеку, это он творит беззаконие, но это поддержит ее жизнь, здоровье, может быть доставляет ему какую-то радость, да, ты ему помог какую-то покупку, ты можешь денег занять, или даже дать, если это злой человек, может быть и бедным, и богатый, наоборот, да, я уж молчу про это, да, нет, не молчу, скажу, да, там, вне политики, да, он политик, все политики себя замарали, ну и что, а кто себе не замарал, да я ко всем военным, я против армии, ну что теперь, если у меня военный, ему семью кормить нечего, в 90-е, у меня отец военный, и я против этого, и я не считаю, что он что-то добрую, свою жизнь в этом плане прожил, да, там всегда на службе, да, он от звонка от звонка, он вообще ни одного отпуска не брал за 40 лет, практически, а мне не зачем, нечем тут погордиться, я считаю, что не считаю, это не я, это вообще есть истина, армия это зло, ничего она доброго никому не несет, все это придумано для стравливания народа, друг друг друга, да, если даже это в мирное время происходит, то потенциально они, именно эти потом исполнителями будет, да, им скажут фасы, они будут убивать и резать просто так, без всего, да, это приказ, там структура смерти, все, вот приказ, не важно, он не обсуждается, там нельзя думать, там жесткая иерархия, дисциплина, вот, и приказ не важно какой, ты не имеешь права думать, там абсолютно закрывают тебе позицию чести, чести в настоящем понимании, как у них там воинская честь, это все чепуха, там у них вся воинская честь, это, да, вот это вот, подклонение руководству, что ты просто тупой сладофон, который как киборг идет исполнять задание своего процессора, главнокомандующего, который тебе эти приказы издает, вот, поэтому, я говорю, несмотря на все это, ты не можешь, человек у тебя пришел, может денег попросить, ты не можешь ему отказать, ты можешь ему отказать, если ты узнаешь, он прямо говорит, слушай, да, я там убить кого-нибудь хочу, да, нет, это зло, но когда он приходит, говорит, слушай, мне надо семью прокормить, там, зарплату не дают, вот, все, добро, ты не можешь отказать, Бог подает урожай, и воду, и доброму, и злому, на убийство, конечно, нет, мне автомат надо еще один, купить хочу, там, школу расстрелять, ну, вы понимаете, вот, когда видите, вот, какие-то контрастные примеры, да, вы меня слышите, сразу все понимаете, так это так во всем, это так просто, ну, вот, в общем-то, к этому подвели, еще раз эту мысль закончу, подавая на благо, творя добрые дела, помогая людям, да, не то, что на добрые дела, даже они, ну, это тоже добрые дела, что он свою семью кормит, можно так назвать, то есть, творя к этому человеку другим добрые дела, не потворствуя злу, это обязаны делать все христиане, мы не должны быть лицеприятными, лицемерными, да, вот он просто политик и все, да, а другой не политик, он бедный или богатый, бедный тоже отмороженный, тоже грешный, вот, и что толку-то, не значит, что он там, вот, он трупажор или не трупажор, значит, я не должен ему там руку подать, когда он подскользнулся, упал там, да, бабушка, да, она убивает, да, она пожирает, но она упала на дороге, ты ее поднимаешь, все очень просто, вот такая вот любовь к инакомыслящим, надеюсь, у вас что-то в голове отложилось, вы поняли, и будете это реализовывать в своей жизни, у меня на этом все, всех люблю, по-братски целую, обнимаю, пока-пока. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,